Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и вы на канале 7 дач. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный вопрос. А можно ли запрограммировать садовые культуры на урожай? Да, садовые культуры я имею ввиду и плодовые, и огородные, и цветы. Правда у них не урожай, конечно, а пышное цветение. Но в какой-то мере это эквивалент урожаю. Но конечно я сегодня не касаюсь темы удобрений. Потому что наверняка многие садоводы знают, что удобрения даже в больших количествах, и даже это никакая не гарантия результата. Может никакого урожая и не быть. А между тем, настоящий способ программирования на урожай, он совершенно другой. Но сегодня я расставлю все точки над «и» и расскажу, почему лучше всего программировать деревья на урожай именно весной. Не только деревья, но и овощи, все, что есть в саду. Но это понятно. С одной стороны, весна – это начало жизни. Весна – это старт сезона. Но есть и кое-что еще. Давайте мы в этом разберемся. И он... Скажу сразу. Секрет программирования всех растений на удачу, на богатый урожай, на пышное цветение кроется в почвенной микробиологии. Вот без нее ничего не будет при условии самых прогрессивных удобрений. Более того, при правильной агротехнике, при заботе буквально ежедневно ничего не будет. Потому что почвенная микробиология – это посредник между почвой и растением. Если почвенная микробиология не работает, растение ничего из удобрений не получит. Будет растение отдельно, удобрение отдельно. И что бы вы ни делали, все кончится неудачей. Ну, самое важное, наверное, в этой цепочке звено – это микориза. Микоризные грибы. Они, конечно, не видны. Шляпок не имеют. Но подосиновики, подберезовики не похожи. Они образуют длинные гифы, длинные нити до полметра длиной. Но их не видно. Вот они пронизывают всю почву и вместе с растениями работают в симбиозе. И растение может питаться только при посредничестве микоризы. Так вот, нельзя сказать, чтобы в почве у кого-то этой микоризы не было. Но так природа создала, что всегда есть. Почвенные бактерии, микоризные грибы, они всегда есть. Населяют любую почву. Но мы ее часто портим. Соответственно, частой перекопкой. Мы вносим большие дозы удобрений. От этого бактерии и грибы почвенные могут погибать. Ну, конечно, не все. Конечно, это будет не ноль в почве. Что-то будет. Но микориза может присутствовать, но она может быть там неактивная. Почему неактивная? Потому что и растение не дает сигнал. Почему растение не дает сигнал? Опять-таки, растение сбито с толку определенными удобрениями, большим количеством, какими-то агротехническими мероприятиями. Не секрет, что сейчас много сенсационных способов. Особенно таких любительских. И многие из них, увы, подрывают вот это вот взаимодействие растения с почвенной микробиологией. Итак, факт остается фактом. У вас может быть небольшое количество нужной микрофлоры. Она может быть неактивна. И, в общем, все это скажется на том, что при уходе каждый день, буквально при танцах с бубнами над каждой грядкой, ничего у вас не будет. А надо эту почвенную микробиологию воссоздать. Или простимулировать. А поскольку все начинается с весны, и урожай, и цветение, ну так в природе задумано, вот такой цикл, цепочка превращений, это все стартует именно весной. Поэтому я предлагаю сейчас обогатить ваш сад, каждое растение. Обогатить микоризой. Наверное, очень многие видели в магазинах, в крупных садоводческих центрах препараты микоризы. Да, они есть, и это не диковинка. Можно попробовать внести почву эти препараты. Правда, не факт, что эта микориза будет у вас активна. Потому что она может не получить сигнал от растений. Ну, по ряду причин, здесь так много взаимосвязей. Можно это, конечно, использовать, но я бы немножко подстраховалась. Я бы принесла в свой сад уже активную микоризу, уже активизированную. Совсем немного. Вот у меня такое маленькое ведерко, по крайней мере, на получастка, мне этого хватит. А куда? Ближлежащий лес. Наверняка у многих на дачах есть, ну, может быть, совсем рядом, там, может, дача на лесной опушке, а может быть, нужно пройти сколько-то. Но, тем не менее, обычно лесные массивы бывают в непосредственной близости от дачных товариществ. И вот я как раз иду в лес за активной микоризой. Но, кстати, это не грибы. Под каждой елкой не водится. Где лучше всего, особенно начинающему, найти активную микоризу? Ищите, где лесная земляника. Не ошибетесь, это маркер микоризы активной. Копайся немножко земли из-под лесной земляники, и будет вам счастье. Ну что, землю из-под лесной земляники я принесла. А теперь под все абсолютно, особенно под самое ценное, естественно, под лучшие сорта, совсем немножечко, буквально на кончике совочка. Но надо прикопать, что называется, в родную землю на участке. Понемножку, я бы сказала, квадратно-гнездовым способом. А дальше она потянет свои гифы. Ну, знаете, на полметра она разрастется. И все-все-все здесь оплетет. Но она активная, понимаете, она уже активированная. Вот это-то и ценность. Это будет действительно быстрый результат. И вы свои цели достигнете. Хотите, чтобы вас клубника буквально завалила? Так и будет. Если вы добавите микоризу. А вообще клубника, это очень микоризная. Микориза – любивое растение. Не случайно именно в природе я сказала, что нужно искать у лесной земляники. Она реагирует на эту микоризу. Но буквально это два неразлучника. Без нее вообще урожай клубники я как-то не очень представляю. Без микоризы надо заселять. Заселять, заселять обязательно. Значит, одно название будет, а не урожай. Не смотря на все подкормки. Я даже не знаю, как это назвать, но микориза – это чудо природы. Понимаете, что с ней растение начинает работать совершенно по-другому. А еще микориза, ее работа дает что? Вкус, запах. Это будет аромат. Клубники все равно хорошие. И так. Но с микоризой, а еще томаты. А томаты тоже микоризное растение. Так вот, вкус и томатный запах без микоризы. Вопрос. С микоризой – это вот. Поэтому вот я вам советую. Заселяйте участок микоризой. И у вас все обязательно получится. Вы запрограммируете все на урожай. Как видите, запрограммируют свой сад на урожай. И пышное цветение очень просто. Всего-навсего надо заселить почву микоризой, чтобы почвенная бикробиология работала отлично. Вот и весь секрет. И как это сделать, я вам сейчас рассказала. А теперь я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и канал 7дач. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях.